ВЕЛИКИЕ МОГУЧИЕ Мы рекомендуем вам книгу израильской писательницы Дины Рубиной на солнечной стороне улицы. Этот роман – история семьи, бежавшей из блокадного Ленинграда в Ташкент. Роман – картинки из жизни самой Дины Рубиной в Новом Ковчеге послевоенного Ташкента. Мы встретим многочисленные воспоминания ташкентцев, разъехавшихся по миру, об улицах, дворах и соседях этого города детства и юности автора. Вот что пишет о книге один из ее читателей. «Это очень теплая книга, прогретая солнцем юга и теплом души Дины Рубиной. Каким-то чудом моя собственная жизнь описана в этом романе. Население романа весьма многочисленное и пестрое. Некоторые персонажи показались бы невероятными, не будь они столь жизненные. Многих из них нелегко назвать хорошими людьми, но у писательницы хватило любви на всех них. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком прилично говорить с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелем, итальянским с женским полом. Но если бы он русский знал язык, то, конечно, к тому бы добавил, что им со всеми говорить пристойно, так как нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого и нежность итальянского, а также сильную изобразительность латинского, отметил великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Гордитесь тем, что говорите по-русски. Удачи вам в делах, будьте грамотны. КОНЕЦ КОНЕЦ